Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Давайте настроимся на урок. Все расселись по местам, никому не тесно, по секрету скажу вам, будет интересно. Начнем с проверки домашнего задания на странице 130, упражнение 323. Вам было задано записать и запомнить правила на странице 129 и создать кластер на тему «Дорога». Посмотрите, что получилось у меня. Путь, тропа, трасса, шоссе. Проверим упражнение. Вы должны были прочитать, подобрать слова, близкие по смыслу, указать род существительных и записать. Лесная дорожка, тропинка. Дорожка, имя существительное. Она моя, женский род. Тропинка. Она моя, женского рода. Сильная метель, вьюга. Метель. Она моя, женский род. Вьюга. Она моя, женского рода. Хороший товарищ, друг. Товарищ. Он мой, мужского рода. Друг. Он мой, существительное мужского рода. Сильная жара, зной. Жара, существительное женского рода. Зной. Он мой, мужского рода. Темное облако, туча. Облако, оно мое, существительное среднего рода. Туча, женского рода, существительное. Проливной дождь, ливень. Дождь. Он мой, существительное мужского рода. Ливень. Он мой, существительное мужского рода. Я уверена, что вы все справились с этим упражнением. Это город Словарик. Здесь, живут слова. Давайте познакомимся. Это слова приятели. Они говорят одно и то же, но по-разному. Мы с приятелем вдвоем дружно, весело живем. Я иду, и он шагает. Я смеюсь, хохочет он. Если грустно мне бывает, он печалится со мной. Попробуйте найти в стихах слова приятели. Давайте проверим вместе. Иду, шагает. Смеюсь, хохочет. Грустно, печалится. Я думаю, что вы вместе со мной правильно определили слова. Тема урока «Синонимы». И мы с вами эту тему будем закреплять. Давайте вспомним, ребята, что такое синонимы. Это слова одной части речи. Различаются по звучанию и написанию. Имеют одинаковое или очень близкое значение. Могут заменять друг друга по значению. Что же обозначают синонимы? Как и имя существительное обозначает один и тот же предмет. Например, путь, дорога. Как и имя прилагательное обозначает один и тот же признак предмета. Например, заботливый, внимательный. Как и глагол обозначает одно и то же действие. Извинить, простить. Ребята, синонимы часто употребляются в народных сказках. И этими словами начинаются некоторые сказки. Подумайте, какие это слова. В некотором царстве, в некотором государстве. Слова царстве, государстве являются синонимами. Давайте с вами выполним упражнение. Выберите из предложенных слов слова-приятели, то есть синонимы. Воины, люди, солдаты. Догадались? Я думаю, да. Воины и солдаты. Я вижу, что вы правильно ответили на этот вопрос. Плакать, говорить, реветь. А сейчас мы выполним упражнение по учебнику. Откройте страницу 130, упражнение 324. Внимательно прочитаем задание. Подберите к данным глаголам близкие по смыслу глаголы, синонимы. Придумайте с ними предложения и запишите их. Смеяться. Догадались? Хохотать. Моросить. Накрапывать. Разговаривать. Беседовать. Давайте посмотрим, какое предложение получилось у меня. Вечерами мы с семьей любим беседовать на разные темы. Я вам предлагаю с остальными словами составить предложение самостоятельно. Упражнение 325. Прочитаем задание. Прочитайте. Вместо точек подберите слова-синонимы. Запишите. Итак, воздвигнуть дворец. Я думаю, что вы согласны со мной. Воздвигнуть дворец – это значит построить дворец. Жаркий день. Знойный день. Темная ночь. Черная ночь. Маленькое зернышко. Крохотное зернышко. Мы с вами прекрасно поработали, ребята. Давайте подведем итог нашего занятия. Что же такое синонимы? Синонимы – это слова, близкие по значению. Слова одной и той же части речи. А какова роль синонимов в речи? Синонимы обогащают нашу речь, делают ее более разнообразной и красивой. И мне бы очень хотелось, чтобы богатством речи вы пользовались и в своих выражениях и словах. Спасибо за внимание, ребята, и за урок. Мне было очень интересно с вами работать.